Привет, друзья! Давайте выучим слова на тему на вокзале. Итак, для начала возьмём слово «вокзал» – «der Bahnhof». Посмотрите, это слово состоит из двух слов – «der Hof» и «die Bahn». А вы знаете, что если у нас слово состоит из двух слов, то артикль слова, главного слова, мы определяем по последнему слову. Последнее слово у нас здесь «der Hof», и поэтому мы говорим «der Bahnhof». Или главный вокзал – «der Hauptbahnhof». И на вокзале будет «am Bahnhof» или «am Hauptbahnhof». Кстати, запомните это. Это очень важные слова. И следующие важные слова – это «der Zug», «die Bahn». Если, например, вы хотите ехать в пределах города, не за город, не между городами, а именно вы хотите ехать в городе, например, у нас в городе Гамбурге, то у нас есть подразделение между «die U-Bahn» и «die Espan». Тогда лучше, конечно, сказать «ich möchte mit der U-Bahn oder der Espan fahren». «die U-Bahn» у нас едет под землёй, а «e-Bahn» едет над землёй, в основном над землёй. На вокзалах, например, на главном вокзале, конечно, они все встречаются под землёй. Но это такое приблизительное отличие, чтобы понять, чем отличается «die U-Bahn» от «die Espan». И вот как раз-таки, если вы хотите купить проездной билет на такой «U-Bahn» или «Espan», то вам нужно выучить, во-первых, слово «die Fahrkarte» – проездной билет. И в Германии, конечно, есть разные проездные билеты. Если вы собираетесь здесь жить, вам необходимо знать, как они называются. Например, есть «die Einzelkarte» – это проездной билет на один раз, то есть на одну поездку. «Die Tagesskarte» – это на весь день. Они, кстати, тоже есть разные. «Die Monatskarte» и «Die Jahreskarte». И вот, если вы захотите купить какой-то билет, то вы подойдёте, например, если вы хотите купить билет на весь день, то необходимо сказать «Ich möchte eine Tagesskarte kaufen». Или если вы хотите только на одну поездку, то нужно сказать «Ich möchte eine Einzelkarte kaufen». Лучше, конечно же, в интернете изначально ознакомиться, какие варианты поездок бывают. Потому что если вы придёте в бюро, где можно приобрести проездной билет, и захотите купить билет, и вам начнут объяснять, у вас уровень А1, конечно, будет сложно понять. Поэтому изначально лучше, конечно, ознакомиться, какой билет конкретно вы хотите купить. А в данном видео мы будем учиться покупать билет на поезд, который ездит между городами. И поэтому давайте начнём. Друзья, посмотрите на это предложение «Wie kann ich Ihnen helfen?». Посмотрите, это вопросительное предложение. Вы уже знаете, что если у нас вопросительное предложение, которое начинается с вопросительного слова, на первое место сначала ставим вопросительное слово, за ним глагол, который мы спрягаем, в данном случае это модальный глагол «können», и «helfen» мы ставим в начальной форме в самый конец предложения, в самый конец предложения. И «innen» – это «vam», «kamu», «vam». Посмотрите на таблицу с местоимениями. «Wem», «kamu», поэтому это датев «innen», «vam». Друзья, посмотрите, в данном случае мы сказали «Ich brauche ein Bahnticket». Вы могли сказать, конечно, «Ich brauche eine Fahrkarte». «Ein Bahnticket», «das Bahnticket» состоит также из двух слов «das Ticket» и «die Bahn». Вы уже знаете, что определяем артикль мы по последнему слову. В данном случае последнее слово – это «das Ticket», поэтому мы говорим «das Bahnticket». И ещё, друзья, внимание! «Das Bahnticket» – «das» – это определённый артикль, а определённый артикль мы используем тогда, когда речь идёт о каком-то, например, конкретном проездном билете. В данном случае мы просто говорим, что нам нужен проездной билет. Мы не указываем на какой-то конкретный проездной билет. И также вспомните, мы с вами уже говорили, что когда мы в первый раз о чём-то говорим, при первом упоминании предмета мы также используем неопределённый артикль, так как обоим собеседникам пока ещё непонятно, о каком конкретно билете, например, о какой конкретно вещи идёт речь. Поэтому мы используем неопределённый артикль. А вот если бы вы какой-то конкретный показали бы, например, на билет и сказали бы «я хочу вот этот билет купить», тогда мы бы использовали определённый артикль и сказали «Ich brauche das banticket». «Ich brauche das banticket». Показываем на него пальцем и говорим, что вот этот именно конкретный. «Ich brauche ein banticket». «Ich möchte morgen von München nach Hannover fahren». И ещё одна вещь, которую вам необходимо запомнить. «Nach» мы используем тогда, когда мы говорим о том, что мы куда-то хотим поехать. Например, «Nach München», «Nach Russland», «Nach Deutschland», «Nach Kazakhstan». Но, внимание, это всё по общему правилу. По общему правилу мы говорим «Nach». Но у нас есть также страны, которые необходимо запомнить, и с ними мы говорим «in». Например, «in die Ukraine», «in die Türkei», «in die Schweiz». Эту тему мы проходили в уроке 11 курса А1-1 «Лёгкий немецкий». Мы учили в 11 уроке следующее. «Всегда используйте «Nach», а те страны-исключения, которые используются с «in», их нужно просто запомнить, и всё. Кстати, почему они используются с «in», об этом мы тоже говорили. Но, друзья, запоминать сразу абсолютно все страны-исключения не нужно. Этого в голове вы не удержите. Гораздо эффективнее будет, если вы запомните сначала те страны, которые вы часто используете в речи. Например, если вы часто летаете в Турцию, Турция имеет у нас артикль «die», поэтому будет «in die Türkei». А если мы хотим сказать «в Турции» и «где» в Турции, то это будет «in der Türkei». Об этом мы также с вами говорили в курсе А1-1. Почему же мы скажем «in der Türkei?»? Потому что мы задаём здесь вопрос «где». А если с предлогом «in» задаём вопрос «где», то мы используем «датив», это вы уже знаете. Поэтому мы говорим «in der Türkei». Если мы задаём вопрос «куда», то это «аккузатив» – «in die Türkei». Это всё вы можете повторить в уроке 17 курса А1-1. Друзья, то же самое с Украиной. «In die Украине». «Куда» – «аккузатив» – «in die Украине». Или «где» – «in der Украине». «Где» – «в Украине». Друзья, а если речь идёт не о странах, а о городах, то мы говорим «nach». «Nach» – «Hannover». Sie möchten am Hauptbahnhof München in den Zug einsteigen, oder? Ja, genau. Ich möchte am Hauptbahnhof München in den Zug einsteigen. «Wann möchten Sie fahren?» Друзья, посмотрите, вас могут спросить. «An welchem Tag möchten Sie fahren?» Или просто «an welchem Tag?» И «um welche Uhrzeit möchten Sie fahren?» Или просто «um welcher Uhrzeit?» Итак, а сейчас давайте разберём. «Der Tag» – это день. «Welcher Tag» – это который день. Посмотрите на слово «welcher». На конце его у нас «er». Вот это «er» указывает как раз-таки на род слова. Друзья, сейчас, внимание, вы помните, что «welcher» у нас изменяется по падежам точно так же, как и определённый артикль. В номинатив у нас будет «Welcher Tag?» В акузатив «Welchen Tag?» Вот сейчас, внимание, «an» – это предлог, который вместе со временем используется с падежом «датив». А когда у нас падеж «датив», то артикль, например, «der» будет меняться на «dem». Это вы уже знаете. Посмотрите на таблицу. И слово «welcher» изменяется точно так же, как и определённые артикли. Поэтому будет «welchem». И поэтому получается «an welchem Tag?» Вот это «an welchem Tag?» Конечно, необходимо понимать, почему именно мы образовали это словосочетание именно таким образом. Но из практики могу вам сказать, что лучше просто повторить несколько раз, прям заучить «an welchem Tag?» и «um welchem outside?» потому что это настолько часто используется, и хочется, чтобы это у вас было под рукой всегда, чтобы вы не складывали, не обращались к таблице с артиклями, а сразу у вас было в голове «an welchem Tag?» «an diesem Tag?» или «um welchem outside?» и так далее. Так, и как же мы ответим? Мы ответим... Посмотрите, «am Montag?» Здесь мы также использовали этот предлог «an». Вы уже учили, что название дней недель всегда мужского рода. «Der Montag?» «Der Dienstag?» и так далее. И так как «an» мы используем с «датив», с падежом «датив», то у нас получается «an dem Montag». И «an dem» сливается и получается «am». Поэтому мы говорим «am Montag?» «am Dienstag?» Это, конечно, лучше всего тоже натренировать. Это хорошо, что вы понимаете, как это образуется, но это всё необходимо тренировать. «am Montag?» «am Dienstag?» «am Mittwoch?» и так далее. Друзья, то же самое. Посмотрите, «um welche outside?» Итак, друзья, а сейчас посмотрите на следующий вопрос. Поэтому у нас получается «um welche outside?» Здесь всё точно по такому же принципу работает. Лучше, конечно, всё это натренировать. «um welche outside?» И, друзья, из курса лёгкий немецкий, из урока 15, вы уже знаете, что «um» мы всегда используем с падежом «accusative». Ещё раз напомню, друзья, этот курс был создан для того, чтобы закрепить всю пройденную грамматику в курсе «a eins eins» и разбавить её словарным запасом, то есть набрать немножечко слов для комфортного проживания в Германии. А сейчас давайте продолжим. Так как вопрос у нас начинался с «um», отвечаем также с «um». «um 10 Uhr». Ich möchte «um 10 Uhr» fahren. Ich möchte «am Montag» «um 10 Uhr» fahren. «Also ein ICE fährt am Montag um 10 Uhr von München ab. Dann kommen sie um 16 Uhr in Hannover an». Друзья, какие слова, какие глаголы нам необходимо запомнить в данном случае? Unkommen и ab fahren. Посмотрите, оба этих глагола у нас с отделяемыми приставками. А в том случае, если мы спрягаем глагол, то отделяемая приставка отделяется от глагола и уходит в самый конец предложения. Поэтому получилось. Друзья, еще обратите внимание на одну особенность. После «дан» у нас особый порядок слов. Мы сразу же за «дан» ставим глагол, который мы спрягаем и далее подлежащее. В данном случае субъект «sie» – «вы». Это необходимо запомнить. Друзья, сейчас внимание. Продолжаем. Посмотрите, у нас здесь глагол «umsteigen». Это также глагол с отделяемой приставкой. Но в этом случае мы его не спрягали, так как мы использовали модальные глаголы, которые мы спрягали, а глагол «umsteigen» у нас стоит в неопределённой форме в самом конце предложения. Поэтому мы его не спрягали. Если бы, конечно, я хотела сказать «я пересаживаюсь», то я бы сказала «ich steige um». Например, «ich steige gleich um». Друзья, и если вы не хотите пересаживаться, вы просто можете спросить. «Gibt es eine direkte verbindung?» Помните, оборот «es gibt» имеется. О нём мы с вами также уже говорили. И, например, вам могут ответить «an diesem tag leider nicht». Давайте это также выучим. «And diesem tag» – в этот день. Посмотрите ещё раз. «De tag» – день. «Diese tag» – тоже день. Посмотрите. «Diese» изменяется по падежам точно так же, как и определённый артикль. Помните, мы с вами говорили? «Welchia» изменяется как определённый артикль точно так же по падежам. «Diese» тоже изменяется точно так же, как определённый артикль. То есть не нужно отдельно учить, как изменяется «diese» и «welchia» по падежам. Необходимо выучить просто, как изменяется определённый артикль и, отталкиваясь от этого, изменять также «diese» и «welchia». И так как «an» со временем у нас, если мы предлог «an» используем со временем, то мы будем использовать его с падежом «dativ», и поэтому у нас получается «and diesem tag». «And diesem tag leider nicht». Друзья, также повторите несколько раз «and diesem tag». Это очень важно. Постарайтесь запомнить, постарайтесь всё проговаривать. Друзья, посмотрите, мы уже с вами говорили, что после «дан» мы ставим тот глагол, который спрягаем. Поэтому мы сказали «Или «дан» nehme ich gerne das ticket». «Или «дан» nehme ich gerne die Fahrkarte» или «das Bahn ticket». И на что необходимо обратить внимание? Посмотрите, в данном случае мы использовали определённый артикль. Почему? Потому что речь идёт уже о каком-то конкретном проездном билете. О нём мы говорили всё время. То есть мы определились, конкретный билет, по которому я могу в определённое время, в определённый день поехать. Вот именно этот конкретный билет я хочу взять, поэтому я использую определённый артикль и говорю «Gut, dann nehme ich gerne das ticket». И теперь можно спросить «Was kostet das ticket?» «Eли?» «Die Fahrkarte». «Das ticket kostet 50 Euro». «Hier ist Ihre Fahrkarte». «Die Abfahrt ist um 10 Uhr vom München-Hauptbahnhof und die Ankunft ist um 16 Uhr in Hannover-Hauptbahnhof. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Vielen Dank! Друзья, а сейчас распечатывайте карточки со словами из этого видео, а также выполняйте упражнения с грамматикой из курса A1.1 и с этими словами и не забывайте обговорить вопросы к этому диалогу из этого видео с носителем. Так вы очень быстро заговорите по-немецки. Преподаватели уже ждут вас на платформе. Учите очень эффективно и получайте быстрые результаты. Тренируйте разговор как можно чаще. Увидимся в следующем видео. Ваша школа Language Monster.